Доброго времени суток, дорогие друзья! Подписчики, подписчики и случайные зрители, в этом видео мы познакомимся с тритоном краснобрюхи. Тритона краснобрюхого часто называют иначе – огненобрюхий, китайский или карликовый тритон, но в любом случае это одна и та же симпатичная ящерка. Обитает это чудо в восточно-центральном Китае, а в аквариумах считается часто встречающимся животным. Его популярность обусловлена недорогой ценой в зоомагазинах, простотой в уходе и содержании, а также небольшой размер. Размер краснобрюхого тритона варьируется от 7 до 10 сантиметров. Как правило, заводят пару – самца и самку. Это, конечно, не обязательно, но за счет того, что они легко размножаются в неволе, пару держать намного интересней. Минимальный объем аквариума на две особи от 15 до 20 литров воды. Обязательно нужно обустроить часть аквариума под сушу или сделать островок, ведь это амфибия и часть жизни она проводит под водой, а часть – на суше. Более того, в живой природе у особей, находящихся в водоеме, активность дневная, а у тритончиков, вышедших на сушу, проявляется активность исключительно ночью. Это касается и жизни в аквариуме. Периоды их и желание перебрывания в воде или на суше остаются тайной, но если начался период жизни на суше или островке, обязательно закрывайте крышку аквариума, так как они всегда пытаются выбраться на свободу и потеряться в комнате. Если обратиться к естественной среде обитания краснобрюхого тритона, то он выбирает стоячие водоемы, различные озера, болота, затоны и, конечно же, пруды. По этой причине в аквариуме устанавливают фильтр со слабым течением воды. В противном случае тритончик может получить стресс. Обязательно установите термометр. Важно, чтобы вода была прохладной. Теплую воду они очень и очень не любят. Максимальная температура воды не должна превышать 25 градусов, но и не менее 20 градусов. В большинстве случаев от обогревателя вообще отказываются. Самое страшное время года для тритонов – лето. Температура воды подымается и, если в комнате с тритонами не установлен кондиционер, наступает головная боль. Аквариумная система охлаждения достаточно дорогое удовольствие и заводчики тритонов используют все возможные вентиляторы или бутылки и пакеты замороженной в морозильнике водой. Аэрация в аквариуме не обязательно. Не забывайте про еженедельную подмену воды. При этом, какими бы тритоны краснобрюхи не были неприхотливыми, показателем воды. Хлорированную воду они очень не любят. По этой причине вода обязательно должна быть отстоявшейся. Обязательно в таком аквариуме должно быть освещение. Продолжительность светового дня около 12 часов. Очень круто, если у вас есть возможность установить УФ-лампу. В качестве грунта используют песок и мелкие камешки. Можно посадить жестколистые аквариумные растения. Часто при оформлении аквариума с тритончиками устанавливают красивые коряги и крупные выглядывающие из поверхности воды камни. Это и смотрится красиво, да и красноблюжкам приятно. Что касается части суши, тут есть три варианта. Самый простой вариант это купить островок для черепах. Часто продается в зоомагазинах, магнитный и на присосках. Второй простой вариант это пласт из пенопласта или пробки. Самый лучший вариант третий, когда помимо водной части аквариума обустраивается часть суши. Кстати, хочу заметить, что воды в аквариуме достаточно и 15 сантиметров одна. В качестве грунта для суши хорошо подходит песок, гравий, кокосовый субстракт. Сверху на грунт можно разместить мхи. Например, яванские хорошо подходят анубиасы, а также размещают различные укрытия. Это опять же камни, красивые коряги. Можно использовать кокосовую шкорлупу и прочие декорации. Тритон краснобрюхи часто привередлив в еде. То ему мотыля подавай, то дождевых червей. Порой демонстративно отворачивается от еды вовсе. В общем и целом тритоны, конечно, хищники и в предпочтении живые корма. Это могут быть, например, бокоплавы. Но давая живой корм, они могут подцепить и какую-нибудь заразу. Очень хорошо едят сверчков, филе рыбы, креветок и мидий. Можно давать нежирное мясо, например, курочку или даже говядину. Правда, говядина им поддается тяжеловато. Кстати, могу заметить, что на говяжьем сердце тритоны растут и крепнут в разы быстрее, чем на мотыле. Этот факт подтвержден многократно. Едят очень мало, лучше всего кормить через день. Тогда аппетит у них значительно лучше, но и совсем молоденьким особям. Корм нужен ежедневно. Удобнее всего корм подавать пинцетом. Многие приучают тритонов к сухим кормам. Приучаются они охотно, но приучаются. Следите за тем, чтоб корм не оставался в воде, иначе вода очень быстро испортится. Стоит поговорить о том, с кем тритоны уживаются в одном аквариуме. Вопрос неоднозначный, и лучше всего они уживаются только со своим видом. Но многие экспериментируют, и я не исключение. Как вы видите сами, подсаживал тритона к оксолотелю. По большому счету, оксолотель мог его съесть, но на мой взгляд, они очень хорошо подружились. Некрупные золотые рыбки очень хорошо уживаются, до той поры пока не подрастут. Будучи крупными, пробуют краснобрюхого тритона на вкус. Часто краснобрюшкам пытаются подсадить другие виды тритонов, однако делать так я вам не рекомендую. Краснобрюхий, он же карликовый, слишком маленький, да и характер у него мирный, в отличие от других более агрессивных тритонов. В общем, всегда нужно помнить о температурном режиме. Все мирные, некрупные рыбки, которым подходит режимный температур в 20 градусов, достаточно хорошо приживаются. Но и сильно мелкую рыбку подсаживать не стоит. Может съесть. Конечно, не забывайте о том, что при подсадке рыбы нужно обязательно поставить аэрацию. Некоторые держат краснобрюхого тритона с креветками, но исключительно с крупными. Мелких креветок едят все виды раков, крабов и хищных рыб. Ни в коем случае не сажайте к этим маленьким тритончикам, они их просто порвут. Как говорил ранее, огненобрюхие тритончики достаточно просто и легко размножаются в неволе. Половозрелость у тритонов наступает по-разному. Одни готовы к размножению через год-полтора, другие созревают только к трем годам. Но есть один важный нюанс. Краснобрюхие тритоны уходят в спячку перед брачным периодом. По этой причине нам необходимо сначала понять, что и как организовать на период покоя. Период зимовки непродолжительный всего лишь 1-2 месяца, и как правило это октябрь-ноябрь. Для качественной подготовки нам как хозяевам необходимо немного потрудиться и первое что нам понадобится сделать это сократить продолжительность светового дня. Другими словами, включать и выключать свет реже чем обычно. Но сокращение светового дня должно быть постепенным и примерно в течение двух недель. Например, сегодня выключить свет на полчаса раньше обычного, завтра на час раньше и так далее до полного отключения света. При этом желательно постепенно опускать температуру воды, если имеется такая возможность. Можно использовать опять же замороженную воду, но очень и очень аккуратно. По истечении двух недель их необходимо пересадить заранее подготовленный контейнер со сфагмовым мхом в достаточно прохладное место с примерной температурой около 15 градусов. Примерно через 2-3 дня их можно полностью отправить на зимовку в холодильник прямо в этом же контейнере. Самое главное, чтобы температура в холодильнике не опускалась ниже 5 градусов. В спячке в холодильнике они могут находиться до 2 месяцев, после чего их достают из холодильника, ставят в прохладное место, где температура примерно 15 градусов на 3 дня. После этого можно пересаживать в аквариум и постепенно увеличивать продолжительность светового дня. Другими словами, как мы их вводили в спячку, так мы их и выводим только в обратном порядке. Однако, для краснобрюхого тритона зимовка не является обязательной процедурой, по крайней мере для молодых особей. Они достаточно хорошо себя чувствуют и размножаются и без спячки, но рано или поздно ее проводить необходимо. После зимовки, а это примерно декабрь месяц и примерно по май, у этих тритонов начинается половая охота. Самку отличить от самца несложно. Самка крупнее самца в период спаривания, у самцов лака опухает, а у самок нет. А вот по красу различить самца от самки абсолютно невозможно. Сразу забегая вперед скажу, что потомство получает кислород из воды, а для этого необходимо установить аэрацию, а также обязательно разместить живое или искусственное растение, на которое самка будет прикреплять икринки. В период размножение температуру воды повышает до 24 градусов. Во время брачных игр самец откладывает сперматофор, что-то напоминающее белый мешочек, а самка захватывает его своей клакой. В общем и целом, точно так же, как и у аксолотелей. Если вы, конечно, смотрели это видео на канале Пар. Если нет, обязательно посмотрите. Вынашивание икры процесс недолгий. Уже через 2-3 дня самка откладывает от 100 до 300 икринок. На подготовленное нами растение. После того, как дело сделано, из аквариума необходимо убрать производителей. В противном случае икра будет съедена. Инкубационный период длится от 2 недель до месяца. Тут важен температурный режим, и именно он играет важную роль в развитии икринок. После вылупления личинок температуру устанавливают на 20 градусов. После того, как икринки вылупятся, их необходимо кормить. Очень хорошо подходит живая пыль и другой мелкий корм, например, стартер. В личиночном состоянии они пребывают от 1 до 3 месяцев. Развиваются личинки не одновременно. Важно уже к месяцу подготовить мостик для выхода на сушу. Помните, что при качественном содержании тритончиков краснобрюхих они могут прожить в аквариуме до 10 лет. Хотя бывают случаи болезней. Болезни у них бывают разные, но это уже совсем другая тема, под которую необходимо делать совсем другое видео. Спасибо вам за внимание, друзья. Надеюсь, ответ по содержанию был полным и вам понравилось это видео. Если это так, обязательно покажите это, поставив палец вверх. В комментариях дополните это видео своим опытом, а я на этом прощаюсь с вами. До новых встреч в новых видео на канале Пар. До свидания. Пар. До свидания.